Ребят, привет! Давно не выходила в эфир и вообще занята я, не теряйте меня, скоро буду выходить. Пока у меня очень много работы. У меня такой момент. Сегодня одна женщина написала, что верните, пожалуйста, деньги. Я записалась на писательский марафон, там он стоит у меня 1900 рублей, почти 2. Я оплатила на 8 марта, почитала гайд к марафону, что нужно делать. То есть нужно просто тупо 30 дней каждый день писать пост с определенным количеством символов. Пост, который влезает и комфортно для чтения, то есть не длинный, не короткий, определенное количество символов. Не важно, о чем. Вот просто как Чупча можно. Сижу, пишу, не знаю, о чем пишу, птица пролетела и так далее. Не важно, что. Главное писать весь смысл, выработать привычку о том, что писать не бросать, выкладывать хоть какие-то свои слова. Я буду потихонечку дополнять этот текст, что вот здесь вот можно его там чуть сократить, здесь вот можно чуть добавить. Задача научиться слогу, чтобы вы в одном предложении могли целый космос запустить. Так вот, она, прочитав этот гайд, пишет то, что верните деньги, я поняла, что я не смогу. Меня просто, ну, это убило, потому что, не, мне не жалко, пожалуйста, бери свои две тысячи и иди. Меня убило то, что люди имеют такие шаблоны мышления, что если я решила, что у меня может не получиться, это значит, я должна уже отказываться от этой идеи. Вопрос, опробовать, кто будет. Если дети вдруг начнут говорить, а, блянь, у меня не получится ходить, учиться, там, бегать, прыгать, вообще ходить, ложку держать, что они теперь бытовыми инвалидами останутся на всю жизнь и вообще инвалидами, да, они будут лежать. Родители такие, давай я тебе попку потатру, а вдруг у тебя не получится, вот ты давай, короче, на инвалидной коляске передвигайся, а вдруг начнешь, у тебя не получится. Блянь, ты еще не начала, какого хера ты говоришь, что у тебя уже не получится. И все это базируется на мелочах. Задайте себе вопрос, от чего вы вообще отказываетесь, как вы себя отговариваете от каких-то мелких вещей. И теперь проанализируйте, почему какие-то глобальные вещи, там, деньги, работа, люди вокруг, у вас не складываются. Если у нас есть какой-то шаблон мышления, он работает как на мелочах, так и на всех глобальных вещах. Получается, если вы здесь на ровном месте побоялись просто попробовать, да, верните деньги, я не хочу пробовать, у меня не получится. Блянь, ты не знаешь еще. А если руки есть, ноги есть, глаза есть, голова есть, да, то у нас все может получиться. Мы можем даже летать. Для этого просто нужно придумать какие-то инструменты. Парашют, парапуа, самолет. Это просто наши инструменты. Но мы же летаем, летаем. Здесь никто не говорит о том, что у вас должны быть свои собственные крылья. Но мы можем в этой жизни все. Но если вы хоть раз допустите хоть какую-то мысль, у меня не получится, я не смогу, я не знаю, я не умею, а вдруг не надо, неважно. Любая отговорка, поверьте, у вас уже не получилось только тогда, когда вы это произнесли. Мозг подает сигнал телу, и у вас нет действий в том направлении. Даже если вы будете пытаться что-то делать, умом понимая, что все-таки я смогу, но шаблон мышления, что нет, есть такой в голове, то вы не сможете ничего вообще в этой жизни добиться. Пробуйте, тренируйте свои шаблоны мышления укоренять новые, которые полезные. Я не знаю как, но я попробую, я смогу. Приучайте ум подсознательно всегда думать в этих направлениях, неважно, что вы делаете. Я смогу сейчас попить кофе, неважно, даже если это глупость, но вы просто проговорив это, начинаете укоренять шаблон «я могу». Ходите так и смотрите там 60 дней, все, что вы можете вокруг, проговаривайте, будьте в моменте, смотрите, как у вас это получается, чтобы у вас мышление укореняло такое подсознательное убеждение, что я смогу, неважно что. Когда на мелочах натренируетесь, сможете и большие вещи. Вообще никогда не думайте, что вы что-то не сможете, этого невозможно вообще. Невозможно только для покойника, который в покое лежит, его уже нет, тело гониёт, вот он уже ничего не сможет, а вы всё сможете. Может быть девушка передумала просто этим заниматься, поняла, что ей это неинтересно, и она решила как отговорку мне это написать. Но окей, тебе это неинтересно, но ты же изначально понимала, что тебе выгодно развиваться. Если ты начнёшь свои мысли космические просто выкладывать в одном приложении и передавать, это же настолько упростит тебе жизнь во всём. То есть это очень полезный навык, как можно передумать себя, прокачивать свою, я не знаю, себя, свой мозг. Я не знаю, что ещё подсказать. Но в общем девушка поступила очень глупо, и я уверена, что мы все так поступаем постоянно. Я не знаю.